Всем привет! С вами компания Термостар и сегодня мы с вами разберем монтаж кондиционера на практике. Первое, с чего нужно начать, это монтаж крепления внутреннего блока. Для этого, предварительно отметив и просверлив отверстие, прикручиваем планку крепления внутреннего блока. Для надежной фиксации используйте саморезы с пресс-шайбой длиной не менее 32 мм и дебеля соответствующей длины под сверло диаметром 8 мм. Обратите внимание, монтажная планка должна быть установлена строго по уровню. Итак, устанавливаем внутренние крепления, соблюдая следующие правила. Минимально необходимое расстояние от потолка или ближайшего верхнего препятствия до кондиционера должно составлять не менее 7 см. В нашем случае оно составило 13 см. Далее отмечаем отверстие, через которое пройдет наша фреономагистраль, не забывая при этом сделать небольшой уклон в сторону улицы. Малярным ножом аккуратно обрезаем обои перед началом сверления. Это позволит нам сделать отверстие более аккуратным без рваных краев. Во избежание загрязнения помещения приклеиваем полиэтиленовый пакет, используя при этом малярный скотч. Далее приступаем к сверлению, используя при этом бурт диаметром 45 мм. Приступаем к монтажу наружного блока кондиционера. Для этого нам понадобятся кронштейны и болты длиной не менее 120 мм с дюбелем под 12 сверло. Предварительно разметив и просверлив отверстие, затягиваем кронштейны. Внимание! Любые наружные работы необходимо производить с использованием специального страховочного оборудования. Но об этом мы расскажем как-нибудь в другой раз. Установив наружный блок на кронштейны, затягиваем его при помощи болтов с гайкой и шайбой, при этом используя болты диаметром не менее 8 мм. Отмеряем длину нашей фреономагистрали, при этом оставляя запас не менее 10 см. Обрезаем трубу, обрабатываем риммером и вальцуем. Отщелкнув переднюю крышку кондиционера, откручиваем заглушку для подключения кабеля, соединяющего внутренний и наружный блок. Просунув кабель, подключаем его к соответствующим колодкам. Собираем все в обратной последовательности. Соединяем сливной шланг кондиционера с 16-м металлопластом, который послужит в качестве дренажной трубки. Соединяем ранее подготовленные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводной и динамометрические ключи. Перед тем, как использовать ключи, убедитесь, что гайка свободно и беспрепятственно закручивается от руки. Надеваем на медную трубу каучуковую изоляцию. Во избежание попадания грязи внутрь трубы, трубу предварительно необходимо заглушить при помощи изоленты. Обматываем магистраль, используя виниловую изоляцию. Просовываем магистраль и устанавливаем внутренний блок на место. Повторно проверяем уровень кондиционера и убеждаемся, что кондиционер прочно и надежно сел на крепление. Аналогичным образом подключаем магистраль и электрический кабель к наружному блоку кондиционера. Используя вакуумный коллектор и компрессор, производим вакуумацию нашей магистрали. Ну а пока компрессор вакуумирует, доводим нашу работу до конца, доматывая трассу виниловой лентой. Используя шестигранный ключ, открываем сервисные экраны кондиционера и запускаем фреон в нашу магистраль. Напоследок устанавливаем защитную крышку наружного блока кондиционера на место. Красиво выравниваем дренажную трубку кондиционера и цепляем ее к кронштейну при помощи пластиковых хомутов. На этом монтаж кондиционера можно считать законченным. Все, что осталось, это включить кондиционер в розетку и наслаждаться прохладой. С вами была компания Термостар. Всего доброго и до новых встреч!